Быстрее, выше, сильнее. Эти замечательные слова – самый главный девиз Олимпийских игр. В средней школе номер 3 Олимпийский урок тоже начался именно с этого лозунга. Одновременно по школе проходили различные мероприятия, посвященные Зимней Олимпиаде в Сочи 2014. Учениками старших классов был проведен увлекательный флешмоб, в котором активно принимали участие пятые и шестые классы. А классный час у пятого класса начался с физкульт-минутки. И продолжился история Олимпиады. Тем временем старшие классы собрались в спортивном зале вместе с приглашенными гостями, которые знакомы со школой многие годы и для которых спорт стал неотъемлемой частью жизни. Депутат городской думы и директор детско-юношеской спортивной школы номер 1 Элифтер Лазаревич Кофикили со своими учениками представили зрителям небольшую презентацию выдающихся борцов, которые уже давно стали выпускниками школы и связали свою жизнь со спортом. Лучшие спортсмены, неоднократно занимающие призовые места в городе, области и по России, не раз защищавшие честь средней школы номер 3. Под бурные аплодисменты, строим, вышли в спортивный зал. Все для вас. Занимайтесь спортом, любите свой город, оцените всех людей рядом, которые с вами работают, вас учат, вас тренируют. Посмотрите, сколько у вас наград. Так приятно на вас смотреть. И я уверена, что многие ребята, сидящие здесь, значит, не подозревали о том количестве медалей, которые у вас есть. Да вы просто молодцы. Мероприятие продолжилось выступлением агитбригады, которая подробно рассказала о зимних видах спорта. А в средней школе номер 38 на олимпийском уроке речь шла об истории олимпийских игр. Ребятам объясняли значение символов Олимпиады и знаменитых выражений. А сами ученики читали стихи, также посвященные Олимпиаде в Сочи. Олимпиада мир внесет. Сегодня спорт сближает всех людей. Быстрее, выше, дальше, с каждым годом. И с каждой новой встречей все дружней. Тренер по настольному теннису Нина Валентиновна Чернокнижникова рассказала о своей спортивной жизни, представила свою спортивную семью и своих учеников. Удивительно, что такое количество медалей у девочек. Недаром школа очень гордится своими спортивными ученицами. А в спортивном зале состоялось открытие олимпийских эстафет. Право зажечь олимпийский огонь представлено лучшей спортсменке школы номер 38 Надежде Сологуб. Как в настоящих олимпийских играх ребята участвовали в эстафетах. Был и керлинг, санный спорт, лыжный и многое другое. Хоть предметы игр совсем не настоящие, но нокаут страстей был действительно реальным. Внимание, марш! Здорово, что в каждой школе проходят такие олимпийские уроки. Это приобщает детей к спорту и здоровому образу жизни. Это торжественное мероприятие. Это поднятие духа нашего общего, не только детей, но и всех взрослых. Те соревнования, которые сегодня проходят, они показывают, как наши дети тоже приобщаются к спорту. Что они умеют. А они у нас дети очень хорошие. Мы очень надеемся, что среди наших детей вырастут спортсмены, которые достойно будут представлять нашу страну на очередной олимпиаде.